Девушки отдыхают 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 Вы ведь его партнер? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Морская полиция Нет, только не это. Значит, я не подозреваемый? Ты подозреваемый, но это не допрос. У нас есть немного времени. Но будь со мной откровенен, Фрэнк. Я всегда был откровенен с тобой, Нокер. Мы ведь с тобой попадали в переделку. На этот раз у тебя действительно большие неприятности. Карпелл и его друзья из защиты свидетелей считают, что Коуку заплатили за убийство, а ты помог найти Лис Роуи. Зачем мне это делать? Многим беспокоит исход дела Стэнфорда. Может, и тебя тоже? Дело Стэнфорда меня не касает. Такие расследования многое вытаскивают на свет Божий. Бывают неожиданности. Да, но ко мне это не имеет отношения. Тогда почему ты это сделал? Сделал что? Нашел Лис для полу? Кто тебе это сказал? Слушай, Фрэнк. Важный свидетель по важному делу мертв. Другие возможные свидетели могут испугаться. А главное то, что это прокол защиты свидетелей. Так что Карпелла и прочие ищут козла отпущения. Ты видел парк юрского периода? Люблю Сэма на его. Ты тот самый привязанный козел, а вокруг тебя динозавр. У тебя дар убеждения, Харрисон. В итоге козла съели, Фрэнк. Здравствуйте. Привет, Джефф, Ник. Привет, Дэйв. Есть кое-что для тебя. В 50 километрах к северо-западу, под водой к заброшенной шахте, находится тело. Вот здесь точное местоположение. Вот здесь. Кто жертвы? Детали пока неизвестны. Я запросил информацию, буду все передавать тебе по радио. Кто-нибудь знает местность? Я выясню. Спасибо, приятель. Голди, инспектор хочет тебя видеть. Я иду к нему. Входи, Голди. Что тебе известно о ситуации с Фрэнком? Защита свидетелей считает, что он подставил эту женщину. Этим занимается отдел внутренних расследований. Что можно сделать? А что ты предлагаешь? Он прекрасный офицер, и я ему верю. Я уже говорил им об этом. Тебе самой есть чего бояться? Нет, конечно. А Фрэнку? Они взяли Поупа и сейчас прочесывают местность в поисках оружия. Они его обязательно найдут, и если обнаружат на нем отпечатки Поупа, дела его плохи. И твои тоже, если не будешь осторожнее. Куда ты клонишь? Я думаю, что Поуп убил ее, потому что она его бросила. А ты сыграл роль эдакого Амура, помог Билли найти ее, и теперь меня уволят. Это еще не самое худшее, что тебя ждет. Я полицейский, и мне нравится быть полицейским. Плохо дело, Фрэнк. Не хочу, чтобы Поуп впутывал тебя. Войдите. Ты имеешь право хранить молчание, но все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. Ясно? Там посредине узкая шахта, глубиной около 50 метров. При выходе из нее грот, глубина которого также около 50 метров, а затем целая серия небольших пещер. Что известно о пострадавшей? 20 с чем-то лет, вышла замуж два дня назад, они с мужем ныряли, она пропала. Что-нибудь еще? На месте тебя будет ждать констебль Пирсон, он вроде бы знает местность. Спасибо, Джефф. Жди ты, мистер Форбс, мы за вами вернемся. Привет, Дэйв Маккол. Я Джон Пирсон. Вы знаете рельеф дна в этом месте? Не очень хорошо. Шахта спускается вниз, затем открывается грот. Мы ждем карту, ее должны вот-вот подвезти. Мы пытаемся с ними связаться. Вы спускались туда? Нет. И никто из местных этого не делал. Как давно она исчезла? Четыре часа назад. На какой глубине они были? 60 метров. Они потеряли друг друга. Она заблудилась в гроте и задохнулась. Вряд ли можно надеяться на благополучный исход. Говорят, здесь и дна-то нет. Звучит неплохо. Слышали, что случилось с Холлоем? Слышала. Я думаю, он не виновен. А вы? Пока еще ничего не доказано. Это не по-товарищески, Джефф. Вы можете сказать, что знали о нем все? Я не могу. Я знаю достаточно, чтобы доказать, что он этого не делал. Фрэнк. Холлоуэй. Инспектор. Холлоуэй поднимается. Что ты здесь делаешь? Я здесь работаю. Тобой занимается отдел внутренних расследований. Это абсурд. Оставайся дома, пока они не поговорят с тобой. Сколько нужно ждать? Прости, Фрэнк, я должен думать и об остальных. Может, отправишься на рыбалку? Половишь рыбу? Ненавижу рыбалку. Вы используете спасательный трос? Что это там за свет? На глубине 30 метров большая груда камней, а еще метров через 20 начинаются эти пещеры. Это похоже на кроличья нору. Я хотел, чтобы Джоанна увидела, как красиво падает свет. Но вода стала мутной от ила. И ничего не было видно. А потом она пропала. Находиться там очень опасно. Докладывай обо всем, что делаешь. Как там внизу? Нормально. Хорошо, 12 метров. Понял. Хорошо, 20 метров. Рита, оставайся на месте. Тесс, продвигайся. Ясно. Помни об осторожности, Терри. Это настоящая ловушка. Форбс понятия ни о чем не имел. Я бы на его месте провел медовый месяц дома. КОНЕЦ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ. КОНЕЦ. Я ее не убивал. Что ты тогда там делал? Меня туда привезла полиция. У меня были свои дела. Да ты весь был в крови. У меня носом кровь пошла. Она ведь бросила тебя, так? Бросила. Ну и что? Когда это случилось? Когда я был в тюрьме. Мне нужен адвокат. Она это как-то объяснила? Я знаю свои права. Требую адвоката. 12.20. Запись интервью прекращается, так как мистер Поуп требует адвоката. Понимаешь, о чем я, Билли? Эта женщина тебе не безразлична. Ты хочешь найти ее, узнаешь адрес, а она говорит нет. Ты ей больше не нужен. Ты начинаешь ее бить, и уже не можешь остановиться. Возможно, ты этого даже не помнишь. Может, стоит именно так все представить суду? Убийство в состоянии аффекта? Верно? Ничего не было. Короче, я должен раскрыть это убийство. Думаю, его совершил ты. Защита свидетелей тоже так думает. Они также думают, что тебе помог Холлоуэй. Им занимается отдел внутренних расследований. Возможно, они попытаются уговорить тебя сдать им Холлоуэй, а за это пообещают скостить срок. На первый взгляд, неплохая сделка. Уж я ее не знаю. И я не знаю. У всего есть обратная сторона. Так, Уильям? Я думаю, что офис прослушивается. Серьезно за него взялись? Да уж. Я делаю все возможное, но мне нужно знать, не будет ли каких-нибудь сюрпризов. Зачем тебе знать? Лучше заранее знать. Ведь есть что-то. Фрэнк встречался с транссексуалом по имени Конни Уэллин. Он хотел найти Лис Роуи. И тут замешан Поуп. Ты кому-нибудь говорила? Нет. А Поуп уже втянул Фрэнка? Еще нет. Но не из лояльности к Фрэнку. Он же понимает, что тогда он тоже пропал. Но все зависит от этого внутренних расследований. Можно спросить, Джон? Конечно. Фрэнк это сделал? Что? Он нашел Лис для Поупа, зная, что может произойти. Ради бога, Голди. Я рискую даже разговаривая с тобой. Я делаю это потому, что считаю Фрэнка другом. А ты? Я его партнер. Но он мне о многом не рассказывает. Думаешь, он мог бы стать соучастником убийства? Думаю, нет. Представь себе, мог. Как дела? Инспектор отдела внутренних расследований Брэдди. Старший инконстебль О'Брайан. Просматриваем вещи Холлоэй. Мы вам звонили. Это чье? Его. А это мое. Какие новости? Ты же в отделе убийств. Должен больше знать. Я его брат, мне ничего не говорят. А я его партнер. И тоже в полном неведении. Думаешь, тебя будут допрашивать? Слушай, чего ждет от меня Фрэнк? То есть? Я буду молчать, но моя карьера меня тоже волнует. Ты это понимаешь? И что? А то, что я буду молчать, но в отделе внутренних расследований, врать не буду. То есть ты не собираешься расшибаться в лепешку, чтобы ему помочь? Поуп был информатором. Возможно, они заключили сделку. Если Поуп убил Лис Руэй, то Фрэнк дал ему адрес. Простите, вас вызывает детектив Холлоэй. Когда Фрэнку удобно, я его партнер. Но по большей части он ходит везде один, и мне неизвестно, что он делает за моей спиной. Понятно? Спасибо. У нас сообщение о беспорядках на рыбном рынке. Местная полиция уже выехала, но им будет нужна помощь. Думаю, за полчаса успеем. Возьмите другой катер и отправляйтесь туда. Пошли. Пошли. Отец, у тебя кровь. Что случилось? Все в порядке. Чертовы Рисполи. В сторону. Это его отец. Спокойно, мы этим займемся. Ладно? Мы приехали первыми. Позвольте нам все-таки. Это его отец. Ладно, но только будьте осторожны. Постараемся. Меня зовут Сайкс. Буду тебе должен. Твой приятель мне должен. Говорят, отец Томми начал заваруху. Замечательно. Пожалуйста, потише, ребят. Не я испортил твой чертов улов. Имей смелость признаться. Омолчите. Старший констебль. Послушай. К инспектору. Черт! Что? Опять тупик. Мне нужна карта, Дэйв. Слушай, я возвращаюсь. Пойду по своим следам. Очень плохая видимость. Вода замутилась. Дэйв, я возвращаюсь в груди камней. Стоп. Кажется, я что-то нашел. Это ее фонарик. На сегодня хватит, поднимайся. Завтра получим карту и попробуем снова. Хорошо, поднимаюсь. Там уйма пещер. Она может быть где угодно. Я нашел человека с картой. Уже кое-что. Возможно, тело находится на еще большей глубине. Подожди. Где же тут дно? Похоже, эта штука заканчивается где-то у центра Земли. Она там? Вы ее видели? Пока нет, мистер Форбс. Где Томми? У него есть другие дела, мистер Форбс. Расскажите мне, что случилось? Кто-то облил весь мой улов какой-то гадостью. Весь ваш дневной улов? Улов за два дня. Как он воняет. Что-то раскричал со старикашкой. Рыба испорчена. Это сделал Рисполи. Рисполи и его сыновья. Ты врешь. Этот старик врет. Рисполи и его щенки. Потише. Зачем кому-то портить ваш улов? Из мести. Потому что им порвали сети. Как сети попали на судоходную линию? Томми был на полицейском катере, он порезал сети. Не люблю, когда на моих сотрудников жалуются смежные службы. Пока вы находитесь на службе, ваши семейные дела не должны мешать вам выполнять свои обязанности. Да, сэр. Прошу предоставить рапорт по этому делу в течение 24 часов. Да, сэр. Это слишком вас затрагивает. Поэтому прошу не вмешиваться в ход этого дела. Но, сэр, только я могу. Да, Кассиди. Сэр, мы с Саксом все выяснили. И? Мистер Тавидо начал беспорядки из-за испорченного улова. Око за око, зуб за зуб. И так далее и до бесконечности. Это не новость. Вы предъявите обвинение? Пока предупредим обе стороны. Но не думайте, что это поблажка для вашей семьи. И пусть все знают, поблажек никому не будет. Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Отец, надо остановиться. Может быть, только хуже. Люди могут разозлиться. На этот раз ты отделался предупреждением. Но если ты опять вяжешься во что-нибудь, я ничего не смогу сделать. Потому что ты в первую очередь полицейский, а уж потом сын. Пошел. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Как идут дела? Может, нечего и беспокоиться? Я и не беспокоюсь. Фрэнк, ты полкух не покрасил. Думаешь, Паук убил ее? Нет. А если да, то как он ее нашел? Он не убивал, так что это не важно. Отец! Папа! О, Боже! Старик Тавита в сознании, но он очень слаб. Похоже, у него сотрясение. Он сказал, что был один на палубе. Услышал шум, пошел проверить, и его ударили по голове. Врачи говорят, удар был сильный. Думаете, его хотели убить или просто оглушить? Сила удара такова, что трудно сказать. Какое настроение на рынке? Кое-кто на стороне Тавита, другие из Арисполи, но, конечно, никто ничего не видел. Думаете, это снова месть? Почти уверен. Что ты собираешься делать? То есть? Если все не образуется. Слушай, Фрэнк, тебе есть о чем подумать. Можно ведь работу потерять. Я ничего не сделал. Ты же знаешь, это не важно. Они все равно могут тебя уволить. Все образуется. Завтра пойду на работу. Тогда будь добр, закончить кухню сегодня. Что нового? Патолого Анатом установил, что она была убита между восьмью и девятью часами. Я это знаю. Эдди, ну потому что я это тоже знаю. Было бы лучше, если бы Билли начал говорить. Он знает, что группа крови на его одежде совпала с ее группой? Да, он знает. А что с Холлоем? Нашли что-нибудь? Нет. Но это неудивительно. С его-то опытом он не стал бы оставлять следы. Думаю, соседка опознает Поупа. Пройдет еще немного времени, и Поуп сдаст Холлоуэль, чтобы спасти свою шкуру. Я не готов предъявить обвинение. Удивляет то, как вы защищаете Поупа, зная, что все против него. Да бросьте. Вы можете защищать своего сотрудника, но у меня есть доказательства. С Холлоем покончил. Пришел на допрос? Да вроде. Пару часов назад я предъявил Поупа обвинение, Фрэнк. Если будешь врать, плохи твои дела. Мне не надо врать. По-прежнему утверждаю, что не разыскивал лист для Билли? Именно. Бесполезно, Фрэнк. Тебя нашли через полицейскую базу данных. Если отдел внутренних расследований поймает тебя на вранье, ты уволен. Ладно, я ее искал, но не нашел, и Билли ничего не знал. Он не убивал, Нокер. Он осведомитель, но не убийца. Он негодяй, способный на все. Если загнать его в угол, он любил лист. Но этого так делу не прячешь, Фрэнк. Он не мог убить ее. Ты абсолютно уверен в этом? Хочешь помочь мне, Нокер? Докажи, что Билли не убивал, найди убийцу. Ничего себе задачка. Этот путь ведет обратно в главную шахту. Кажется, он несколько расширяется. Все в порядке. Как чувствуешь себя? Что-то с координацией. Это, наверное, от давления. Пройдет. Не торопись, Тесс. Все нормально. Захожу в главную шахту. Напротив должна быть небольшая пещера. Ясно. Дэйв, я ее нашел. Отлично. Давай, поднимайся, Терри. Я скажу ее мужу. Тесс. Тесс, ты меня слышишь? Энни, Терри не отвечает. Спускайся и выясни, что произошло. Уже иду. Проблемы? Вызовите скорую и помогите вытащить людей. Энни, что там? Он без сознания. Видно, очень плохо. Кажется, камни осыпались. Наверное, его ударило. Поднимайтесь вместе с ним наверх. Немедленно. Поторопитесь. И не беспокойтесь насчет давления. Мы все сделаем. Ясно. Фさん. Фастоис. 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 Девушки отдыхают. Я же говорил, это проклятое место. Они в декомпрессионной камере. Он в порядке? Не знаю, он без сознания. А как же тело моей жены? Его нельзя поднять, мистер Форд. Что вы имеете в виду? Тело находится на большой глубине, это может быть опасно. Камни осыпались, и тело погрузилось на еще большую глубину. Значит, все. И там внизу ее могила. Я потребую закрыть доску. Сожалею. Показания Лисы, дела Стэнфорда, мне ничем не угрожали. Зачем вы встречались с Билли Поупом? Я расследовал убийство и думал, что у него может быть информация. Почему вы не зафиксировали встречу как положено? Вы отказываетесь отвечать? Нет, я не отказываюсь. Я не зафиксировал, потому что это была неформальная встреча. Вы знаете, что существует порядок общения со свидетелями? Я искал убийцу. Ладно. Я не оформил все как надо и не занес Билли в список свидетелей. Мне просто некогда возиться с бумажками. Я расследовал преступление. Я опрашивал людей, искал, я делал свою работу. Но вам-то этого не понять. Нет. Вам не понять. Существует порядок общения со свидетелями, так? Помнишь убийство, которым я сейчас занимаюсь? Не Лис Роуи, другая, Пола Фримен. Так вот, машину этого парня видели в районе ее дома, примерно в то же время, когда она была убита. Сосед записал номер. Что ж, поговорим об убийстве Пола Фримен. Мне нужна была выпивка. Она вернулась и увидела, что я копаюсь в ее шмотках. Ты ее ударил? Да, но я не собирался ее убивать. Я хотел убежать, а она бросилась на меня. Что ж, выходит, ты не виноват. Не принесешь пару чашек капучино? Хорошо, Домиэн. Очень хорошо. А теперь о другой женщине. А какой другой? По имени Лис Роуи. Жила в пригороде по соседству с Полой Фримен. Все случилось примерно так же. Ты думал, что она ушла на работу, а она вышла в магазин. Ты стал шарить по шкафам, она вернулась. Так? Вам обоим не повезло. Слушайте, я ударил одну женщину, насчет другой не помню. Неудивительно, ты же все время под кайфом. Остановиться невозможно. Убийство за убийством. Ну, не знаю. Так, поговорим еще немного. Вы сообщили Билле Паупу адрес Лис Роуи. Как я мог, я его не знал. Вы пытались влезть в полицейскую базу данных? Да. Зачем вы это делали? Я хотел помочь Билле, но адреса я не нашел, так что ничего не смог ему сказать. Я выяснил только, что она работала в каком-то кафе в Параматте, вот и все. Я считаю, что вы навели Паупа на след Лис Роуи. Как вы себе это представляете? Он что, обошел все кафе в Параматте? Я утверждаю, что вы велели ему убить Лис. Да нет же. Допрос закончен в 4.15. Я думаю, вы лжете, Фрэнк. И я думаю, мы сумеем это доказать. Наркоман, которого мы допрашивали по поводу другого убийства, признался в убийстве Лис. А мотив? Ограбление. Так же и с другой женщиной. Все на пленке. Полицейский катер Немезида. Это сиднийская морская полиция. Нужна медицинская помощь. Рыбачье судно в полумиле на восток от мыса. Мотор не работает. Как название? Это судно твоего отца. Что-то серьезное там? Идем туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он без сознания. Вызовите врачей. Джонни, как все произошло? Он сказал, что у него болит голова и стал ходить взад и вперед. А вы что здесь делаете? Мы услышали сигнал ИСОС и ответили, поскольку были рядом. Это правда? Мы не оставили бы в беде рыбаков, попавших в беду. У нас кончилось топливо, и они испортили двигатель. Мы ничего подобного не делали. Кто-то забил впускной кран, топливо просочилось в трюм. Кто это сделал, кто-то ударил старика по голове. Я говорил, что ему нужно остаться в больнице. Врачки не реагируют. Думаешь, его можно сейчас трогать? Придется. У нас есть доказательства, мистер Тавита. Мы обвиним его сыновей. Никаких обвинений. Что? Рисполли помогли нам. Никаких обвинений. Вы уверены? Если сыновья сядут в тюрьму, он останется без работы. Отец не может отвечать за сыновей. Знал, что найду тебя здесь. Уходи, Сайкс. Ну, навредишь ты им, и что? Ты хороший сын. И что потом? Снова кровная месть? Ты не понимаешь, это моя семья. Семья. В следующий раз это будет твоя сестра или ее дети. Они ведь тоже семья, так что ли? Ну и пусть твой старик ворчит из-за того, что ты полицейский. Он же не хочет, чтобы ты был безработным. Это ему точно не понравилось бы, так? Брось, Томми. Оно того не стоит. Да. Как себя чувствуешь? Неплохо. Хочу, чтобы вы знали, мое расследование не закончено. Я знаю, что вы навели Пола Паналис. Он не убийца. Это не конец. Не всем нравится такой исход, да? Как тебе это удалось? Что именно? Ты что, пообещал этому наркоману поблажки в тюрьме? Гореному коню в зубы не смотрят. Теперь ты еще скажешь, что это был Пол? Пола Петова не делал. Да, но там был транссексуал. Голди рассказала мне о нем. О ней. Пойдем. 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 Девушки отдыхают. Рады видеть тебя, Фрэнк. Взаимно. Отпустили? Да, конец. Но теперь... меня обвиняют в неповиновении. Ты вела себя не лучшим образом. А что надо было сказать? Что я всегда с тобой? Зачем надо было говорить Харрисону про конь? На всякий случай, вдруг бы это все равно всплыло. Ты уж слишком ему доверилась. Нам нельзя работать вместе. Что ты предлагаешь? Может, кому-то уйти отсюда. Я не хочу уходить. Я тоже. Так мы оба хотим остаться? Может быть. Слушай, мне нравится работать с тобой, но нам нужно выяснить кое-какие вещи. Ладно. Если я твой партнер, так должно быть все время, а не тогда, когда удобно тебе. Перестань ходить везде один. Это старая привычка. А мне наплевать. Ты права. Эй, а где мои вещи? Они их забрали. Сволочи. Слушай, может нам выпить чего-нибудь? Если только ты согласна пить с человеком, который выглядит так, как будто его год допрашивает. Ты всегда так выглядишь. Неужели? Да. Производство Саверн Стар Энтертаймент и Найн Нейтворк Австралия 1996 год. Энтертаймент и Найн Нейтворк Австралия 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 Субтитры создавал DimaTorzok